Кар-кар-кар! Доброе утро всем, кто любит поделки и опыты! В эфире рубрика «Мастерская». Каркуша, попробуй догадаться, что или даже кого мы сегодня будем делать. Ну, хорошо. Только мне нужна подсказка. Подсказка. Ладно. Это самые большие животные, когда-либо жившие на Земле. О, такие. Наверное, это динозавры. Нет, ребята. А вы как считаете? Тогда еще одна подсказка. Эти животные и сейчас живут. Они водятся в морских глубинах. А еще давным-давно считалось, что Земля покоится именно на этих трех... Вот, рассмешил! Земля ни на чем не покоится, а на шар, летящий в бесконечной вселенной. Вот! Молодец, Каркуша, ты очень умная ворона. Но! По этой легенде, Земля лежит на трех огромных китах. О, это значит, будут киты! Ой, мне они очень нравятся. Они такие гигантские, как корабли. Но совершенно безобидные. Да, и сегодня мы смастерим целую семейку китов. Ой, отлично! Итак, для сегодняшней поделки нам понадобится плотная цветная бумага, циркуль, деревянная палочка, пластиковые глазки, клей-карандаш, акриловая краска, губка, черный ломастер. Очень интересно! Первым делом начертим на голубой бумаге циркулем круг. Большой круг у тебя получается! Да, но и кит немаленький. Кстати, ребята, а вы знали, что киты могут достигать в длину 33 метров и весить 150 тонн? Ого! Вот это махины! Но наши киты будут поменьше, да? Конечно! А теперь, смотри, Каркуша, в пиалке я развел краску. Ну, дай-ка посмотреть. Ой, она такого нежного голубого цвета! И как ты добился этого оттенка? Ой, очень просто! В голубую краску я добавил немного белой. И вот такая красота получилась! Здорово! Ребята, запомнили? А теперь возьмем губку, опустим в краску и сделаем в нижней части круга несколько отпечатков. А я поняла! Это кит плывет в море и вокруг него морская пена. Ну, или это его брюха, которая светлее, чем спина. А давай узнаем еще что-нибудь о китах. Давай! Это очень интересно! Синие киты – это огромные морские животные, но они не всегда жили в море. Киты произошли от сухопутных парнокопытных млекопитающих. И случился этот эволюционный скачок около 60 миллионов лет назад. На их огромных телах до сих пор есть шерсть. Они теплокровные и выкармливают свое потомство молоком. Продолжаем работу. Из такой же голубой бумаги я вырезал нашему киту плавники. Вот они, смотрите. Теперь осталось их прикрепить к туловищу. Сережа, вон клей. Угу. Я буду использовать клей-карандаш. Наносим клей. И приклеиваем вот сюда. Это хвост. Да, это будет хвост. Один плавник вот сюда. Немножко его можно отогнуть, чтобы он торчал в сторонку. Хорошо. А второй плавник приклеим сверху. Ну что, готово? Секундочку. Вот так вот. Я думаю, нашему киту нужны глазки. Хорошо. Их также приклеим с помощью клея-карандаша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот сюда. Затем, ребята, приклеиваем второй глазик рядышком. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хе-хе, симпатяга получается. А ротик? Обязательно. Нарисуем его фломастером, а также нарисуем реснички, чтобы кит был красавцем. Ребята, а вы можете фантазировать и сделать своего кита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, наш кит готов! Вот он, качается на волнах. Хе-хе, здорово! Но ты говорил, что у нас будет целая семья китов. А-а-а! Неужели они уплыли? Точно, чуть не забыл. Нет, никуда они не уплыли. Вот они, совсем рядышком. О, всем привет! Вот и мы! Большая, дружная семья китов. А давай, вот это будет мама. Хорошо. Это папа. А это малыш-китенок. И сейчас эта симпатичная семья поплывет завтракать. Ну, а наше занятие в мастерской подошло к концу. Ребята, вам тоже хорошего завтрака и интересного творческого дня. С добрым утром, малыши! Квар-квар-квар!